МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Состояние дорожного полотна и придорожного сервиса, благоустройство территории. Сегодня председатель Мингородсполкома Николай Ладудько проедет с инспекцией по первой объездной дороге вокруг столицы. К слову, строительство второй кольцевой автодороги уже началось. Реализовать этот проект планируется в два этапа. Общая протяженность магистрали около 160 километров. Решение о начале сооружения второго кольца было принято в 2010 году. Дело в том, что нынешний МКАД практически достигла предела своей пропускной способности. Однако в начале этого года из-за нехватки финансирования зашла речь о приостановке новой трассы. Меж тем, 28 февраля президент Беларуси настоятельно потребовал продолжить строительство автодороги вокруг Минска. Тогда руководство Банка развития заявило о готовности принять участие в финансировании этого проекта. Актуальный диалог. Делегация Мордовии посетит сегодня Минск. Ее возглавит руководитель республики Владимир Волков. В ходе визита запланированы встречи в администрации президента Беларуси и в правительстве. В центре внимания развитие двустороннего сотрудничества. В частности, в области производственной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки и образования. Также предусмотрено посещение парка высоких технологий, научно-практического центра, кардиология, БГУ и ряда промышленных предприятий. Первая информация о кандидатах в депутаты местных советов к избирателям должна поступить не позднее сегодняшнего дня. Об этом сообщила глава белорусского цикла Лидия Ермошина. Буклеты изготовят избирательные комиссии, затем их разнесут по почтовым ящикам. К слову, сегодня в регионах пройдут обучающие тренинги для членов избиркомов. В Беларуси с этого дня начинает действовать новый размер удержания средств с нанимателей, которые необходимы для своевременной выплаты зарплаты. Теперь при расчете этого норматива работодатели должны бронировать на одного работника сумму в полтора размера бюджета прожиточного минимума, скорректированного на индекс потребительских цен. Таким образом, на погашение задолженности по выплате зарплаты с нанимателей будет удерживаться почти 2 миллиона рублей в расчете на одного человека. Тревожные сообщения приходят из Сан-Франциско. В одном из районов города полыхает недостроенное высотное здание. Огнем охвачены сразу несколько корпусов. Строение в любой момент может обрушиться. Жители из соседних домов экстренно эвакуировали. Из-за кипломени поднимаются на десятки метров. Все попытки потушить пожар пока безрезультатны. Сейчас выясняется, что стало причиной возгорания. Известно, что в здании планировали устроить элитный жилой комплекс. Мощный взрыв прогремел неподалеку от посольства Саудовской Аравии в Каире. Самодельное взрывное устройство привели в действие двое неизвестных. Ударной волной были выбиты стекла в проезжавших мимо машинах. Предположительно, целью злоумышленников была не дипмиссия, а припаркованный у здания полицейский автомобиль. Стражи порядка в момент взрыва в машине не оказалось. Отмечу ранее, на этом месте располагалось посольство Израиля. Оно прекратило работу более двух лет назад после массовых протестов и нападений со стороны египтян. Из соображений безопасности дипломаты были переведены в отдаленный район Каира. В Сирии мирные жители вновь стали мишенью боевиков. Развязавшие гражданскую войну повстанцы открыли огонь из миномётов по жилым кварталам Дамаска. Один из снарядов разорвался неподалёку от оживлённого рынка. Погибли два человека, шесть получили серьёзные ранения. Из других районов города также поступают сообщения о разрушениях. Так, на юге Дамаска обострилась обстановка в лагере палестинских беженцев. Туда проникли вооружённые экстремисты. Они нападают на патрули сил самообороны и обстреливают блокпосты сирийской армии. А на севере Сирии боевики захватили контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией и расправились с противниками, казнив более двух десятков человек. Жители Гаити требуют от ООН компенсации за эпидемию холеры. Более полутора тысяч человек подали коллективный иск к Организации Объединённых Наций. Они требуют денежную компенсацию за смерть людей, а также проведение необходимой санитарной обработки на острове. С октября 2010 года от холеры на Гаити умерли более 8 тысяч человек. Эпидемия началась практически сразу после разрушительного землетрясения, которое унесло жизни 220 тысяч жителей. Отвестные за вспышку заболевания люди возлагают на непальских миротворцев ООН, чей лагерь находился возле главной реки страны. Представители организации, в свою очередь, вину отрицают. По их мнению, точно установить источник инфекции невозможно. Вокруг американских спецслужб разгорается новый скандал. Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстайн обвинила их в шпионаже против своих же. По её словам, сотрудники спецподразделения взламывали компьютеры конгрессменов и тайно удаляли документы, содержащие компрометирующую их информацию. В частности, результаты расследования, которые проводил Сенатский комитет по подозрениям в злоупотреблениях со стороны ЦРУ при задержаниях и допросах. В ближайшее время заявление главы Сенатского комитета проверит отдел внутренних расследований ЦРУ. Учения кинологов и волонтёров-спасателей Красного Креста пройдут сегодня в Минске. Они проводятся впервые. При розыске пропавших людей главным фактором остаётся время. Совместное взаимодействие позволяет значительно повысить эффективность этой важной работы. Поиск людей с привлечением кинологов – новое направление в работе поисково-спасательного отряда Белорусского общества Красного Креста. К слову, в Италии на базе Красного Креста создан и успешно работает специальный кинологический центр. Белорусский колорит в массы. В галерее Национальной библиотеки Беларуси состоялась презентация справочной литературы по белорусскому языку. В центре внимания – грамматические словари, которые созданы с учётом новых правил орфографии и пунктуации. Это своеобразный помощник как для филологов, так и для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания в белорусском языке. Кроме того, в галерее представили более ста словарей из фондов Национальной библиотеки Беларуси разных годов выпуска, начиная с 19 века. Эти грамматические словники позволяют найти необходимую форму. Эти словники, я говорю, будут очень потребованы современной практикой, и они должны быть в каждой организации, в каждой установке. Человек, который работает со словами, ему требуется посылаться на некую ауторитетную границу. Большое надеюсь, что эти книги распространятся и далеко, и что они закроются не только в столице, но и в областных книгарных. На этом у меня всё. Оставляйте свою информацию по телефону «Горячие линии», а также по адресу в интернете – ctv.by. Всего доброго, до встречи в 13.30. Субтитры подогнал «Симон»